Вас волновала вообще эта история с СБУ, которая пришла на канал 1плюс1 проверять журналистов и вообще источник вот этих вот записей премьер-министра? Леонид Макарович. Президент Зеленський сказал, я читал особисто, что в него есть все эти основы говорить, что монтаж ввелся цей записи премьер-министра на технике передачи грошей. Так сказал президент. Я маю все представители доверять президенту Зеленському. Он знает, кто вкинул цей записи в интернет. Я не выключаю, что это сама служба, я делаю записи. Мы сейчас как раз разрабатываем новый закон об СБУ. И я хотел бы, чтобы там были нормы, что если это безосновательно, они должны нести ответственность. Для того, чтобы бить по рукам недобросовестным сотрудникам спецслужб, а таковые имеются, это не секрет, к сожалению, в нашей стране. Поэтому должен быть определенный паритет государственных интересов и при этом нормальная здоровая защита государственных интересов и при этом высокая ответственность тех людей, которые за это отвечают. Аргументация завжди найдется. У влади завжди есть аргументация, как начать травить журналіста або засыпь массовой информации, который реально заважает им делать то, что они делают. И в подсумку, мы же знаем эту историю с вами. Вас же вы жили из страны, реально. Вам довелося бегать из страны, ехать. Хотя ваша программа на тот час была единственная, которая давала людям хоть кавток правды. Я думаю, что это очень тяжкий симптом хвороби влади. Потому что есть только два выхода. Если журналісти критикуют, первый выход – это исправлять эти вещи и делать по-другому, так как не соромно перед обществом будь-якие записи показать. И есть другой вариант – оставить все, как есть, и расправляться с журналістами. Надо понимать, как вообще охраняется наша государственная тайна. И в первую очередь, надо, конечно, определиться с тем, кто допустил со стороны госохраны утечку информации. Журналисты просто этим воспользовались уже. А вот тот человек, который поставил прослушающее устройство, который был вхож туда, который общался непосредственно с персоналом там, и который все это организовал, он должен быть найден, потому что, если его не найдут, а свалят все на какие-нибудь гроши или того же, скажем, Дубинского или кого-то еще, кого сейчас называют, то это закончится все это, общество не получит честного и правдивого ответа, то будет очень плохо. И будет ощущение беспомощности власти, правительства. Если у нас есть основы, то я скажу, есть основы, нужно их переверить. Нема основы, не имеете никакого права ни за Конституцию, ни за каким законом.